Сегодня мы открываем самое дикое направление в наших путешествиях. Мы отправляемся на Мадагаскар. Что мы знаем о Мадагаскаре, кроме того, что там растут баобабы, живут лемуры, ну и мультик прикольный. Мадагаскар – остров в Индийском океане, расположенный к юго-востоку от африканского побережья. Остров был изолирован на протяжении почти 70 миллионов лет. Он отделился от Африки примерно 165 миллионов лет назад. Такая изоляция привела к появлению удивительной флоры и фауны, 90% которой встречается только на Мадагаскаре. К сожалению, некоторые виды вымерли. Да, карликовым бегемотам не повезло. Четвертый в мире по величине остров имеет площадь в 587 тысяч километров квадратных. Это примерно в 290 раз больше острова Маврики, с которого мы прилетели. Ну или две с половиной Беларуси. Такой бы простор нашему Александру Григорьевичу. Первые люди, обосновавшиеся на Мадагаскаре, прибыли с острова Борнео, который в настоящее время разделен между тремя странами – Брунеем, Индонезией и Малайзией. Поселенцы переплыли на Каное через весь Индийский океан еще задолго до нашей эры. И лишь спустя 500 лет на Мадагаскарскую землю ступил первый африканец. С тех пор остров постоянно находился под влиянием африканских, азиатских и европейских колонистов, каждый из которых сделал вклад в уникальную культуру Мадагаскара. В стране проживает около 22 миллионов человек, 30% – городское население, остальные проживают в деревнях. Большая часть населения – малагасийцы, которые делятся на 18 этнических групп. Малагасийцы, как вы поняли, это результат смешивания народов Африки и Юго-Восточной Азии. Также на острове проживают индийцы, китайцы, французы, коморцы и пакистанцы. Да, и кстати, меня зовут Денис, я профессиональный диктор и помогаю этому каналу стать еще лучше. Как вам идея? Классно придумали? Жду комменты под видео. Ну а пока я у микрофона, наши путешественники уже приземлились на острове Мадагаскар. Три вещи, которые нужно сделать в любой африканской стране сразу же по прилету. Я называю это SDA – сим-карта, деньги, аптека. Сим-карта, ее можно найти прямо на выходе после всех контролей. Есть несколько операторов, но лучший – это Телма и Оранж. Мы берем сим-карту одну в Оранжи, одну в Телме, чтобы проверить просто, какой интернет будет лучше. Берем по 100 гигабайт и выходит каждая сим-карта по 44 доллара. Деньги. Лучше с собой ввести евро или доллары. Это будет лучше, чем снимать деньги в банкомате, потому что они выдают лишь по 180 долларов в местном эквиваленте. Если вам нужно заплатить за путешествие 2-3 тысячи долларов, то снимать с банкомата будет очень неудобно. Карты можно оплачивать в отелях, в магазинах с этим проблем нету. Деньги можно поменять прямо в аэропорту. Есть обменники, курс там нормальный, адекватный. Но местные гиды и местные люди будут очень вам признательны, если вы поменяете денежку у них. Ну и, конечно же, аптека. Как вы все знаете, в Африке распространена малярия. В разных странах она бывает разная. Там разные штаммы, разные ее виды. И для того, чтобы себя обезопасить, лучше прикупить в местной аптеке противомалярийные таблетки. Они называются Куартем. В этой аптеке оказались таблетки с высокой дозой. И они помогают, когда ты уже заболел. Но в этой аптеке мне также посоветовали вот такие таблетки. Они называются Комбимал. Ты их перед своим путешествием выпиваешь 3 штуки сразу. И у тебя организм защищен на 2-3 недели. Вот. Если же появляются симптомы, то можно вот этим Куартемом еще добавиться. В общем, это очень серьезно. Малярия это опасно. Но она очень изученная болезнь. Поэтому, если профилактически какие-то действия сделать, то все будет хорошо. В аэропорту нас встречает местный гид. Его имя Тикс. Меня зовут Тикс. Грузим свои вещи и едем в столицу Мадагаскара. Город Антононариву. Или просто Тана. По дороге меняем наши евро на местную валюту. Малагасийский Ариари. И получаем вот такую кучу денег. Минут 15 мы просто пересчитываем купюры. Попутно любую с первыми километрами дорог Мадагаскара. Тана достаточно большой город. Здесь частые пробки. И до своего отеля мы добирались около двух часов. Приехали мы сюда вчера поздно вечером. Уже было темно. Поужинали, легли спать. И вот сегодняшний прекрасный день. Светит солнце. Но в самой столице мы не будем задерживаться. Здесь особо делать туристу нечего. Город большой. Много людей. Много бедных людей, которые просят постоянную милостыню. Ходить здесь вечером небезопасно. Днем, конечно, можно прогуляться. Но у нас сегодня самолет. Уже внутренний по стране. Мы отправляемся на первую нашу локацию. Одну из самых топовых вообще на Мадагаскаре. Ну а сейчас мы идем завтракаем в нашем отеле. Отель, кстати, скажу как называется. Вдруг кто-то из вас будет на Мадагаскаре. Ситизен Гест Хаус. Стоит он, конечно, недешево. 88 долларов за одну ночь. Но отель действительно хороший. С видом прямо в центре. И завтраком на двоих. Пока мы завтракаем, хочу немного вам рассказать о нашем предстоящем маршруте. Так как Мадагаскар это очень непопулярное направление. И как бы я не пыталась построить маршрут сама, у меня не получалось. Тем более сейчас сезон дождей, как оказалось. И многие места основные на Мадагаскаре закрыты, потому что дороги размыты. Поэтому я начала искать информацию, наткнулась на одного путешественника, который, он путешественник, биолог, в общем, он, так сказать, ученый, который путешествует по разным странам. Там Малайзия, Борнео, Кения, Африка, вот Мадагаскар. Он, как правило, путешествует один, занимается экспедициями, иногда возит группы. Зовут его Иван. И он помог нам составить маршрут. Естественно, это не бесплатно, да. То есть это как бы его услуга. Стоит это 150 евро, по крайней мере, на данный момент. Возможно, цены изменятся. И он полностью, каждый день нам расписал, какие места мы будем заезжать, какие отели можно забронировать, начиная там от бюджетных, заканчивая такими хорошими, лакшери-отелями, лучшими вообще в стране. И мы уже сами бронировали отели. Дело в том, что на Мадагаскаре не всегда можно забронировать отели, например, на букинге. Нужно бронировать по почте. Поэтому все контакты он мне тоже предоставил. Предоставил нам водителя надежного. То есть мы не будем волноваться за свою безопасность, потому что здесь не так все сладко. Это пока что не очень развитая страна. Плюс она очень бедная. Здесь нужно быть всегда на чеку 24 на 7. Надеемся, что у нас все будет хорошо. Это только первый наш полноценный день. Но сейчас мы завтракаем и отправляемся на наш первый самолет. Летим мы в Мурундаву. Вообще наше путешествие будет из-за сезона дождей. Оно будет немножко нестандартное. Мы побываем в центре острова. Мы побываем на юго-западе острова. Увидим океан. Увидим джунгли. Лемуров. В общем, мы должны увидеть все. Но, к сожалению, на север мы поехать не можем. Там, где лес очень такой знаменитый. Но он закрыт сейчас. И туда не пускают. Открывается он только в сезон сухой, когда дороги открыты. Походу все будем рассказывать. Ссылку на Ивана оставим. Я думаю, для путешественников, которые запланируют свое путешествие сюда, контакт очень пригодится. Выдвигаемся из нашего отеля в сторону аэропорта. Но наш водитель Тикс, он поедет целые сутки до того города, до которого мы полетим. И мы его встретим только послезавтра. И вот он побеспокоился о нас, о нашей безопасности. И прислал своего проверенного водителя, который нас довезет до аэропорта. Это очень важно. Но город очень шумный. Мы жили вот там, сверху. И уже с 6 утра машины, пробки. Город большой и трафик тоже большой. Как оказалось, наш водитель умеет чуть-чуть говорить по-русски. Как вас зовут? Меня зовут Сулуфу. Сулуфу. И вы знаете русский язык? Я? Чуть-чуть. Говорит по-русски хорошо. А, класс. Хорошо. Let's go to airport. Вот наша винтовая птичка. На ней полетим. В принципе, не первый раз летаем, поэтому нормально. Смотрите, чем отличается бизнес от эконома. В принципе, ничем. Поэтому я пойду лучше сяду к Валюше. Нам разрешили сесть вместе. Лететь всего часик. Мы уже в воздухе. И поэтому включимся уже внизу. Валюша. Не люблю я на винтовых летать. Стремненько. Нормальная погода, чуть-чуть дождь. В принципе, нормально. Часик, и мы в Мурундаве. Вылетали, было дождливо, а здесь солнечно. Сейчас забираем наш багаж, и нас должен встретить наш запасной водитель. Пока наш основной водитель в пути сюда, ехать ему еще сутки. Вот на таких машинах всех туристов задирают. Нас тоже встречают. И вон там наша машинка. Ну, вот такой вот у нас зверь, Ниссан. Вездеход. Смотрите, какой клиренс. Тут все серьезно. Полный привод. Экспедиция начинается. Сейчас мы поедем в место под названием Керинди. И туда нам ехать два с половиной часа. Получается, что наше путешествие начинается. И именно сейчас, перед маршрутом, мы выпиваем по три таблеточки комби-мала. На всякий случай. Вот она Африка. Видишь, все-таки нужно что-то пропивать. Отъехали мы буквально от города минут 10 по асфальту. Проехали несколько деревень. И все. На этом дорога заканчивается. Теперь только два часа по вот такой грунтовке. Здесь без внедорожника, конечно, делать нечего. После дождей дороги вообще подушатало. Тут их и так не много хороших. А сейчас после дождя вообще все убитые. Такие минуты начинаешь чувствовать настоящий дух приключений. Первое, что мы встречаем на пути, это невероятные Баобабы. Но о них мы поговорим чуть позже. А пока мы проезжаем местные деревни, удивляемся всему вокруг. Например, это местная маршрутка с полным приводом. А так доставляют продукты в отдаленные отели и деревни. Дорога, конечно, ужасная, но все равно весело. Очень плохая дорога из Мурудава. Два часа по адской дороге и мы в отеле. О, посмотрите, какая наша машина вся в грязи. Ну, мы долетели быстро, у нас классный водитель. Заселяемся в отель. Отель называется Релаис Дуккиринди. Здесь мы будем одну ночь. У нас очень активная программа. Сейчас кидаем вещи и едем на ночную экскурсию в сам лес. И завтра с утра встаем в 6 утра и на дневную экскурсию. Ой, ну по сравнению с теми деревнями, которые мы проезжали, это еще цивилизация. После дороги сразу холодные полотешки. Кондиционера в машине нет. Поэтому, ох, хорошо. Наша бунгало в джунглях ждет нас. Ой, слушайте, миленький домик. Сейчас мы быстро переодеваемся и едем на ночной сафари, потому что нужно до леса еще доехать. Киринди – это частный природный резерват под началом швейцарской компании по сохранению животных. Площадь его всего около 100 квадратных километров. Именно здесь состоится наша первая встреча с лемурами. Некоторые из лемуров ведут ночной образ жизни, а днем прячутся. Поэтому первым делом по приезде в парк мы отправились на ночной трек и поиски лемуров. Поначалу непонятно было, куда смотреть, но гид подсвечивал фонариком места, где прятались лемуры. Мы увидели несколько видов ночных лемуров, но больше всего нас умилили мышиные лемуры. Они крохотные, с огромными глазами и помещаются в ладошку. Длина их тела не больше 27 сантиметров, что делает их самыми маленькими приматами. Субтитры создавал DimaTorzok Наступило утро, и мы снова приехали в лес. И вместе с нашим гидом, вчерашним, которого зовут Альфонс, вот он с нами, выдвигаемся искать два вида дневных лемур. Один называется сифак, а второй я немножечко забыла. На самом деле столько много видов лемуров, что запомнить название, тем более на английском языке, просто невозможно. Поэтому просто смотрим и наслаждаемся лемурчиками. Что дневная, что ночная экскурсия проходит таким образом, что мы просто идём по лесу. Здесь есть определённого рода тропинки, они даже как бы пронумерованы. Ну, естественно, если ты просто турист, вероятнее всего здесь заблудишься. Ну, а гид уже всё знает и водит нас, ориентируется, показывает, рассказывает на хорошем английском. Даже наш английский, как бы не было стыдно, наверное, чуть похуже в плане словарного запаса. Особенно, что касается природы. Первая наша находка на сегодня – это браун лемур, коричневый лемур. Лемур – это символ Мадагаскара, и баобаб – это символ Мадагаскара. И вот первое, что мы сегодня увидели, это лемура на баобабе. И как гид сказал, что это уникально увидеть два символа Мадагаскара одновременно. Лемуры обитают только на Мадагаскаре, и ещё несколько видов на Каморских островах. На Мадагаскаре насчитывается больше 110 видов лемуров, и до сих пор учёные находят и открывают новые виды. Смотрите, как он к нам пришёл. Гид его позвал, и он пришёл так близко. Сумма сойти. Субтитры подогнал «Симон» Это просто не передать словами. Мы гуляем по лесу, и вокруг нас скачут лемуры. Они приходят по веточке, к нам садятся вот так вот рядом. Так интересно, что они живут рядом. Разные виды лемуров. Вот мы увидели браун лемур и сифако. Сифако – это белый такой. И они на соседних деревьях живут. Потрясающе просто. Они повсюду. Мы бегаем с одного места на другое, чтобы их найти. Вот сверху это лемуры всё прыгают. И ещё вчера ночью шёл дождь. Поэтому они, когда прыгают, на нас просто, как видите, куча воды выливается. Просто вот они вот, они прямо надо мной. Классно. Вот так вот здорово видят животных в дикой природе, в их среде обитания. Когда, если они захотят, они могут подойти. Лемуры, на самом деле, они очень интересуются. То есть они прямо спускаются и несколько раз даже прямо вот в камеру смотрят. И вроде бы хотят прыгать на ручки, но боятся. И не прыгают. Гид нам показал ночного лемура, который спит, ну, так скажем, отдыхает днём. Он не активничает. И он сейчас такой в дупле. То есть просто вот дерево. Я не знаю, как он его увидел. Он вообще сливается с деревом. Такая маленькая головка торчит. И он, смотри, с глазками. То есть он не с закрытыми глазами. Но он отдыхает. В ночь активные лемуры делают это. Все время спрашивают. Как в солнце. Они стоят в двери, чтобы принимать солнце или солнце. Или чтобы принимать воздух. Они всегда делают это. Еще нам гид показал Пани Баобаб. Как он его называл. Ну, я думаю, вы сами поняли, почему. Вот такой вот огромный Баобаб. И у него что-то похожее на половой мужской орган. Мужской. Мужской. У него же голова не работает. И они его называют мистер. Ну и что, пару слов про наш отель. Во-первых, он находится в самом национальном парке Керинди. И до леса здесь ехать буквально 15 минут очень удобно. Что касается бунгал, они такие небольшие, милые. Единственное, что внутри немного темновато, поэтому и не сняли. Но вода из крана льется, а это уже хорошо. Да, нету горячей воды, но если сравнивать с жильем местных жителей в соседней деревне, то мы еще живем в люксе. У нас есть бассейн. У нас красивый Баобаб на территории. Кормят очень хорошо, я бы сказал, потому что я боялся, что я буду ходить голодным. Нет, здесь кормят реально вкусно. И вот за еду, за три приема пищи мы заплатили 200 тысяч ариане. Буквально за забором нашего отеля находится обычная малогасийская деревня. Люди живут здесь в домах из глины и соломы. А по соседству с ними растут два огромных Баобаба, которым больше тысячи лет. Диаметр одного из них больше 10 человек в обхвате. Чуть дальше деревни есть еще и аллея Баобабов. Но мы не смогли туда проехать, потому что очень сильно размыло дороги. Видите, вот здесь вот тоже все размыто. Поэтому мы остановились, не доезжая, и отсюда запускаем дрон. Зрители у нас местные наблюдают, как дрон летает. Салама! 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 Мы уже тут собрали вообще всю деревню, пока Серега летает местным, всем интересно. Я спросила у нашего водителя, он рассказал, что да, они живут здесь, эти ребята. И вот у них действительно такие дома и соломы, у них нет совершенно работы. Они выращивают кукурузу, еще какие-то там тоже злаки. Соответственно, этим и питаются очень бедные люди. У нас, к сожалению, нет ничего, чтобы им дать. Давать деньги мы считаем, что это не очень правильно. Мы даже когда были в Танзании, нам тоже гиды говорили, лучше не давайте им деньги, лучше давайте детям там тетрадки, ручки, чтобы они ходили в школу. Потому что здесь есть школа, но она немножко дальше, и дети, в принципе, ходят в школу. Единственное, что работы нет. А так, конечно, смотреть на это очень грустно. Вообще, в принципе, вот мне в Африке очень тяжело смотреть на этих бедных людей. Ну вот мы и добрались. Мы сейчас находимся в одном из самых красивых и популярных мест на Мадагаскаре, которое вы наверняка когда-нибудь видели где-нибудь на открытках, либо в мультике в Мадагаскар. Это аллея Баобабов в Мурундаве. Ради этого места мы сюда и приехали. Семь из восьми видов Баобаба в мире растут на Мадагаскаре, и шесть из них являются эндемиками острова. То есть растут только здесь. Регион Минаби, включая Мурундаву, является домом для трех из этих эндемичных видов. На этой знаменитой аллее расположена группа из примерно 20 огромных Баобабов – Грань-Дидье. Кажется, знаете что? Как будто они какие-то ненастоящие, как будто пластиковые какие-то. То есть стволы максимально такие вот гладкие, не похожи вот на дерево, как будто это вот с цемента кто-то вылил или из пластика. И крона деревьев тоже такая же, как будто вот искусственная. Они как будто не с нашей планеты, они огромные. Просто нет слов, вы посмотрите на это, а? Ну не чудо ли природы? Третий день нашего путешествия. И сегодня мы проснулись в городе Мурундава в отеле Кимуни Резорт. Здесь уже попросторнее, сами бунгало, они посвежее, есть горячая вода, большая территория в отеле. И отель расположен в Мурундаве, в городе Мурундава, и в 10 минутах здесь находится океан. С предыдущим отелем это все один владелец, поэтому стилистика у отелей очень похожа. Использованы натуральные материалы везде, мебель, статуэтки. Это все очень схоже. Ну, казалось бы, отель и отель. Но фишка этого отеля в том, что лемуры здесь живут прямо на территории. И этих лемуров спасли. То есть как бы их хотели там убить, есть браконьеры. Но вот в отеле есть... Отель работает, получается, с нацпарком, и они спасают животных, они живут здесь, пока они не выздоровеют, и потом они уже уходят в свободное плавание. И вот мы сейчас пришли, немножко отошли от нашего бунгало, буквально 2 минуты, взяли еды и будем кормить лемуров. Субтитры подогнали Симон. Также на территории есть крокодил, которого спасли, уже вылечили, и уже вроде бы его нужно выпустить на свободу, но они не знают, куда выпустить, потому что, ну, то есть, если он будет жить здесь недалеко, то он, естественно, будет что-то есть. Вот, поэтому спросили у правительства, что с этим делать, может быть, куда-то далеко отвезти. Они сказали, нет, держите его у себя. И, короче, крокодил сейчас вот здесь вот живет. Да, он, конечно, спасен, его кормят, он как бы в нормальных условиях, но не знают, что с ним делать. Я надеюсь, что как-то это все решится, и крокодил будет на свободе. Такой красивый крокодил. Сегодня у нас очень важный день. Сегодня мы переезжаем с западной части в Антирабе. Это центр острова, поэтому нас ждет 13-часовой переезд по адским мадагаскарским дорогам. Но с нами уже наш водитель Тикс, поэтому он обещал довезти нас за 10. Посмотрим, что это будет за дорога. Ребята, знакомьтесь, это наш водитель. Его зовут Тикс, он будет все наше путешествие с нами. Салам! Салам! Доброе утро! О, вау! И вот на такой машине мы будем путешествовать все оставшееся время. Она такая проходимая, большая, высокая, поэтому я думаю, все будет супер. Сейчас, смотрите, впереди едут туристы, и они самостоятельно арендовали машину и едут сами за рулем. Арендовать себе машину стоит 100 евро в день. Арендовать машину с водителем, который вас будет везти, стоит 55 евро в день. Выгоднее брать машину просто с водителем. Почему такая разница? Когда турист берет машину, он не знает специфики вождения в этой стране и не знает о дорогах Мадагаскара. Соответственно, он не щадит машину и по этим раздолбанным дорогам он едет как попало. Соответственно, убивается и машина, и подвеска, и это все нужно чинить. Арендаторы ставят больше прайс, чем если бы с вами ехал местный водитель и аккуратненько, жалея машину, объезжал бы ямки, и все было бы с машиной хорошо. Поэтому выгоднее брать машину с водителем. Потому что это будет и безопаснее, и вам комфортнее. И там и там вы все равно платите за бензин. Поэтому выгоднее однозначно брать машину с водителем. И еще огромный плюс в том, что с вами едет водитель, это ответственность. Он берет на себя, то есть если вы там попали в какую-то аварию или, не дай бог, кого-то сбили, человека или животное, отвечать будет водитель. Это раз. А во-вторых, за ночевку водителя и за его питание вам не нужно уже платить. То есть это входит в стоимость. Он сам ищет себе ночлег, он сам себя кормит. Одни плюсы путешествия с водителем. Ну вот так вот нужно быть осторожным. Грузовик слетел прямо вот вниз туда. Редактор субтитров, Фу, по пути позади, мы в городке Манджи Вазу, как-то так вроде бы, но сложно выговаривать, конечно, сложно с названиями, мы остановились, чтобы пообедать, здесь у нас, смотрите, пиццерия написанная, тут же находится отель, магазин местный, и вот тут тоже. Прям местная жизнь кипит, это такой вот перевалочный пункт, какой-то город между двумя городами, а у нас обед будет в достаточно такой цивильной кафешке по дороге. Ну, еда все равно местная уже, можно сказать, то есть до этого мы ели в отелях, это хоть и тоже отель, но такой прям локальный-локальный для местных. Ну, это можно назвать забегаловкой, правильно? Это забегаловка. Это прям местная-местная, поэтому мы пьем кока-колу, говорят, что она помогает от отравления. Ну, не говорят, вот я вчера же была отравлена, плохо сочувствовала, выпила кока-колу, хоть, конечно, мне не нравится, она такая сладкая, но просто она хотя бы реально убивает всякую гадость. Я не знаю, правда это или миф, пишите в комментах. Это правда. Так, ну, у нас на обед небольшой салат из морковки и лука, рис и курица в каком-то соусе, скорее всего, что это карри. Нет, это не карри, это соус с овощами. Да? У тебя какое-то другое блюдо, так, если посмотреть. Очень вкусно. Хотя мы вроде заказывали одно и то же. Очень вкусно. Есть время немного пообедать и отдохнуть, а потом опять пять часов тяжелой дороги. Аутентичной мадагаскарской кухни не существует. Главный продукт местной кулинарии – рис. На малагасийском слово «кушать» звучит «михинамбари», что дословно означает «кушать рис». Рис привезли сюда из Индии и арабских государств. И сейчас он стал главным в рационе местных. Малагасийцы едят в год больше риса, чем жители Азии. Теплый климат Мадагаскара и достаточное количество воды для выращивания риса дает местным жителям до трех урожаев в год. Уровень жизни местных очень зависит от сельского хозяйства. Если на местных полях можно выращивать рис, кукурузу, кофе, табак, сахарный тростник – это сразу же отображается на внешнем облике деревни. Лачуги из глины с тростниковой крышей сменяются на кирпичные дома, в которых есть электричество и даже балкон. Зебу – вид крупнорогатого африканского скота является самым популярным мясом. А также люди используют ее для сохранения своих денег. Банк может обанкротиться, плюс инфляция. А Зебу всегда ценится у людей. И в тяжелые времена ее можно быстро продать или пустить на мясо. Мы верим в какой-то биткоин. Ну а вот так выглядит Зебу-маркет. Люди сюда приезжают, привозят своих коров и покупают и продают. Зебу, кстати, стоит от 1 до 2 миллионов в Ариане. Для информации, если кто-то захочет купить корову себе. Пока мы едем, ГИД рассказывает и о проблемах Мадагаскара. После кризиса 2009 года множество компаний обанкротились. Закрылись целые сети супермаркетов. Продукты можно купить в небольших частных магазинах или на местных рынках. Бедняков очень много. К тебе постоянно подходят люди и просят хоть что-нибудь. На данный момент 80% населения не имеют официальной работы. Люди предоставлены сами себе. Пенсии предусмотрены только для госслужащих. Медицина только на платной основе. В городах это небольшие госпитали. А в деревнях в лучшем случае есть один доктор со смешанной специальностью. Мы тут остановились возле реки. Слышите, как она шумит громко? И вот там внизу люди, это семьи. Они здесь добывают золото. Просто моют камни и песок. И вот они таким способом в неделю большой семьей намывают 5-7 грамм чистого золота. Ну, потом продают и как бы денежка у них появляется. Качество дорог на Мадагаскаре тоже непоказательное. Между крупными городами асфальт есть, но на его содержание и ремонт из бюджета денег не выделяют. Если где-то дорогу просто смоет или она провалится, кто-то все же приедет ее чинить. Но на ямочный ремонт рассчитывать не стоит. Но находятся люди, которые выходят на дорогу добровольно и пытаются хоть как-то починить эту дорогу. Засыпать щебнем, каким-то песком, где-то просто тростником. И за это просят у водителя немного денег. И водители останавливаются. Кто-то может дать еду, кто-то может какую-то копейку им подкинуть. Ну, тем самым люди как бы и зарабатывают. Сидят не без дела, а вот таким способом немного себе на жизнь зарабатывают. Конечно, по дороге очень много стоит и детей в том числе. Их туда отправляют родители просто, чтобы они делали вид, как будто они ремонтируют эту дорогу и попрошайничают просто деньги. Но мы все равно останавливаемся, выдаем им всю нашу еду, чтобы хоть как-то этих детей поддержать. У кого есть возможность, конечно, идут учиться. Но у кого нету, тот вынужден как-то тоже кормить семью, как-то зарабатывать. Водитель нас оставил. Вон наша машина, а мы идем пешком. Очень надеюсь, что он не уедет, потому что мы сейчас находимся в такой жопе мира. Здесь вокруг пару деревень, естественно, в которых нет никаких средств передвижения, никаких туалетов, просто какие-то хибары из тростника. Я не знаю, из чего они их делают, из глины. Это выглядит, конечно, все, ну, очень прям не очень, но зато мы исследуем те места, о которых вообще даже недавно мы еще подумать не могли. Да, смотрите, для понимания, люди стирают вещи в реке. Огромная река, и вот с соседних деревень люди приходят, чтобы постирать свои вещи. И тут же на солнце, на земле их сушит. Вот такой вот он, дикий Мадагаскар. В связи с этим всем поднимается и уровень преступности. Даже сам гид, въезжая в крупный город, прикрывает окно. Попытки людей спросить у власти за все происходящее жестко пресекаются силовиками. Один из президентов даже взорвал мост по пути в столицу, чтобы люди не могли приехать на митинг. А также мы заметили в некоторых регионах такое явление, как эрозия почвы. Огромные дыры, рвы и целые каньоны образуются вследствие вырубки лесов. Человеку нужно все больше и больше земли для сельского хозяйства. Почва вымывается дождями, входит в реки, тем самым влияя на их цвет и прозрачность. Смотрится это все, конечно, пугающе. Главная проблема вырубки лесов это то, что 75% населения используют древесный уголь для того, чтобы готовить и отапливать свое жилье. Людям нужна древесина, соответственно, они вырубают деревья. Вырубка деревьев приводит к эрозии почвы. Круг замкнулся. Ни о каком газе или каменном угле речи не идет. Тормознулись по трассе. Пацаны продают мед. Налили чуть-чуть на бумажку. Растираем. Если он не пропитал бумажку насквозь, значит он хороший. То есть с этой стороны у нас сухо, значит мед гуд. Вот такая полтора литровая баклаха стоит 20 тысяч. Это меньше 5 долларов. Так, 40 за 3 литра получилось. Так как в этом регионе много растет эвкалипта, соответственно, пчелы едят нектар цветов эвкалипта и производят этот мед. Поэтому он очень хороший и полезный. А вот здесь продают сено. И также мед тоже продают. Вот всей деревней собрались. Сразу нам еще один мед продают. И сено он грузит на машину, чтобы отвезти куда-нибудь и продать. Ну, либо скотину кормить. Филума! 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 Как вкусно? Аааа, внутри! Ничего себе! Это вкусно? Можно я попробовать? Пок-пок прямо на Мадагаскаре. Пробуем. Похоже на маленькие черри. Ммм, слушайте. Я первый раз такую штуку ем. Какой вкус необычный! Это похоже... А там есть что-то между помидором? Помидором и виноградом. Каким-то. Немного кисленькое. У нас есть такой вот... Как это называется? Тоже вот... Он здесь вот такой вот в кожуре. В сухой. Да. У нас тоже во дворе вот, когда мы жили с родителями, росло что-то подобное. Как же это называется? Физалис. Физалис? Физалис, да. Я не знаю, что такое физалис. Физалис. Мы ничего не покупаем, а Атихс покупает. И местные прямо налетели. Жестко. Супер. Дай. Тимила, Тимила. 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 Напишите в комментах, вы пробовали физалис? А здесь он называется Пок-пок. Вот так вот. Бонжур. Бонжур. Тимила. 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 Вот можно шапку такую местную купить. Но мне маловато она на мою голову. Так. Выдаем по тетрадке детям. Вот ребеночку хоть дали тетрадку Пок-пок тоже продает с маленького возраста Это еще нам повезло, что местные что-то продают Если попрошайки бы это были, которые просто деньги требуют То они бы тут уже нас с руками и ногами бы вырвали Тут еще более-менее адекватные люди на дороге Которые, ну, хотя бы хоть как-то пытаются заработать Тикс купил огромный большой пакет за 10 тысяч То бишь 2 доллара это стоило Нормально физалисы набрали Остановились еще посмотреть шляпы Ну, мне маловато, конечно Она яркая, классная, но маловатая О, вот это моя, нормально Но вот эти разноцветные, они посимпатичнее О, это хорошо Это хорошо для тебя? Да Вот, вот это мой размер Все отлично Так, сколько стоит? Как много? О, хорошо 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 Блин, ну, Валюша, не Это тогда нам нужно с тобой везти Баб Валя дачный сезон открывает на Мадагаскаре тогда По итогу мы купили 4 шляпы 4 шляпы за 10 тысяч Это 2,5 доллара за 4 шляпы Вы можете себе представить ценник вообще? О, еще шляпы Все, нам больше не нужно Не нужно? Не нужно Деревня Ну, вот так люди сушат белье на заборах Продают яйца и пок-пок Пок-пок На тебе тоже сотку Окей Филума? Филума Он сказал Тугавасума Тугавасума Что значит Хорошего пути вам Мы тут уже потихоньку учим малогасийский А текст учит русский язык Это очень смешно, как он говорит Деревня, курица Курица Деревня Курица На дороге Курица, курица, курица Меня зовут Тикс Меня зовут Меня зовут Тикс Меня гид и ватити Тормознулись еще Тикс берет манго для себя Так вот Манго здесь одно Поштучно они продают Стоит полторы тысячи Вот такое Ароматное Вкусное манго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Четвертый день нашего путешествия Мы начинаем в городе Антирабе Это, кстати, третий город по величине во всем Мадагаскаре 150 тысяч населения здесь И здесь прохладно Сейчас 7 утра, 13 градусов Очень комфортный климат После жары, в которой мы путешествовали три дня Это какое-то невероятное блаженство Город Антирабе Это наш перевалочный пункт Мы буквально на часок заскочим в город В супермаркет Закупимся Но здесь много классного жилья И я хочу показать буквально вскользь наш отель Называется он Менабель Это, кстати, все та же сеть Где мы были в предыдущих отелях Один владелец Но здесь уже, конечно, все гораздо цивилизованнее И отель очень приятный и недорогой Потому что есть, видимо, конкуренция Стоит около 30 долларов в сутки Здесь огромная кровать Мы наконец-то выспались Первый раз на Мадагаскаре Мы смогли поспать нормально Есть рабочее место Есть шкаф, вентилятор, кондиционер Но здесь кондиционер абсолютно не нужен Потому что реально прохладно, свежо Вот мы находимся на высоте 1500 метров Вот, ну и дальше здесь все стандартно В ванной комнате есть горячая вода Это важно Собираемся, завтракаем Завтраки, напомню, что на Мадагаскаре Они все заказываются отдельно Не входят в стоимость И отправляемся смотреть город Ненадолго, буквально на часок Выдвинулись мы немного осмотреть город Находимся сейчас на главной площади Это вокзальная площадь Здесь находится старый вокзал города Антирабе Вообще он когда-то работал И здесь по Мадагаскару ходили даже поезда Но так как компания обанкротилась И поезда забросили И у местного правительства не было денег На восстановление железной дороги Закупки новых запчастей Все это пришло в упадок И в итоге это теперь заброшка Мы тут договорились прокатиться на рикше Блин, я тут собрала вокруг себя Просто целую, не знаю, толпу людей Все смотрят на меня Выглядит это максимально странно, конечно Но все ради контента, ребята Вот так вот мы едем Это Мадагаскар, ребята Это Мадагаскар Это очень странно выглядит Когда тебя человек везет на рикше Но я прокатилась Все ради контента Напротив находится небольшой такой мемориал Где изображены все 18 этнических групп Которые проживают на Мадагаскаре И это подарок от людей из Индии Которые проживают здесь А рядом изображена такая вот Тоже получается памятник На котором написана местная песня И наш водитель ее сейчас пропоет Ритани, газа, наймалалау Ритани, газа, наймалалау Мы купили тетрадок и ручек И будем по пути встречать местных Ну таких, которые совсем бедные И давать им вот в руки Одну тетрадку и одну ручку Там так нам посоветовал наш гид Ни в коем случае нельзя давать им Какие-то сладости, конфеты Потому что от них портятся зубы А денег на врачей у них, естественно, нет Вот, поэтому лучше давать то, что Может быть, ему хоть как-то пригодится для учебы Но не баловать и не давать деньги Сегодня мы, и в том числе вы Познакомились с очень интересной Красивой страной Конечно же, не без проблем Но от этого она становится только интересней Наш первый выпуск с Мадагаскара Подходит к концу Но это не значит, что наше путешествие заканчивается Мы обязательно с вами увидимся В следующем выпуске Поэтому подписывайтесь на канал Ставьте лайки И мы погнали Поехали Ух, все Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»